здравствуйте сегодня выходной день и мы снова в дороге а едем мы сегодня сегодня в прекрасный город хан мюнден или его еще по-другому называют ганновернский мюнден чудесный город который находится в нижней саксонии погода сказала чудесная ярко светит солнце но вот есть такие участки на дороге что все в тумане сильный сильный туман вот такие полосы туманные мы уже были в этом городе вернее сказать что мы начали с этого города знакомство с германией знакомство с прекрасными городами германии и нам этот город до того тогда так понравился что мы загадали что надо будет приехать в этот город в другое время года вот мы были весной когда красиво цвели нарциссы тюльпаны а как сакура прекрасно цвела и вот мы вернулись в этот город осенью вернулись осенью но такая чудесная погода еще золотая листва на деревья кое-где осталось и чистое голубое небо солнечно но по-осеннему прохладно было но ничего не скажешь на дворе все равно уже конец осени приближается зима а мы идем знакомым маршрутом идем парком в этом парке мы тоже были это бюста бисмарку первому канцлеру германии здесь весной очень красиво цвели желтые нарциссы тюльпаны и вот мы идем этим парком любуемся уже осенними пейзажами и вышли на улицу тоже уже нами любимую а что мы здесь увидели вдалеке увидели башню мы ее видели первый раз но никогда не думали что мы сегодня на этой башне окажемся вот она такая красивая при значительном приближении а идем мы по улице по главной улице и вышли на городскую рыночную площадь а здесь находится яркая достопримечательность это церковь святого власть и каких бы города германии мы не были каждый раз повторяю когда они кирхи открыты для посещения мы всегда заходим во внутрь и любуемся внутренним убранством этих церкви кир базилик но вот сегодня это церковь была закрыта но мы знаем что здесь сохранилась бронзовая купель для крещения конца 14 века мы обходим эту церковь как я уже сказала сегодня 13 ноября приготовление к рождественским праздникам только-только начинается но тем не менее какую красоту за этой церкви мы увидели здесь уже соорудили лебедя огромного красивого большого с маленьким лебеденком я представляю какая-то красота вечернее время с подсветкой с огоньками так видно тут миллион миллион огонечков будет вот такую красоту мы увидели а находится эта композиция новогодние как раз между церкви и святого власия и вот мы видим на тыльную сторону ратуши ганновернский мюнден город небольшой здесь 25 тысяч жителей всего но в городе много фонтанов есть скверы узкие улочки украшенные старинными домами некоторым из которых более 600 лет и вот это городская рыночная площадь тоже в обрамлении фахверных домов так но и любимых обожаю эти дома и вот мы уже видим здание ратуши это прекрасный образец везерского ренессанса на фасаде ратуши что только не увидишь и скульптуры и разнообразные фигурки фигурки львов лепнину по золоту роспись здание фасада очень богато украшено богато и красиво еще во всю цветут пеларгонии вот такое красивое здание фасада ратуши возле ратуши проводят костюмированные экскурсии вот мы здесь видим водосточную трубу которая заканчивается позолоченным дракончиком на фасаде на видим часы видим что здесь установлен коррель он вот эти колокольчики это механический музыкальный инструмент который представляет собой набор вот таких неподвижно закрепленных колоколов языки которых соединены с клавиатурой при помощи проволочной передачи это ангела крылья ангела желающие здесь фотографируется ну а мы вышли к еще одной достопримечательности города хан мюнден город хан мюнден часто называют городом трех рек ведь именно здесь фульда и вера сливаются образуют реку везер вот мы идем любоваться тремя этими реками сейчас мы находимся на берегу реки вера посмотрите какое красивое чудесное место когда в городе есть река город намного колоритнее и красивее но любая река влечет за собой и некоторые беды и вот видите здесь отметки на стене дома это отметки наводнений вот сколько раз река вера выходила из берегов и когда смотришь на эту реку кажется вот это зеркальная поверхность но просто неподвижные что здесь дай течение даже не видно просто неподвижное красивое глади зеркало а вот здесь небольшой ниже перепад и видно как образуется уже белые гребешки здесь такой шум красивый приятный а в каком красивом природном обрамлении берега осенью краски и желтые и багряные и еще зеленые и уже засохшей травы в общем красота неимоверная и когда мы были здесь весной первый раз там увидели здесь еще и рыбка прыгала здесь еще и рыба водится и вот на берегу фахверные дома и вообще красивенный вид открывается это мост через реку в эра и вот видим уже течение с другой стороны моста такое бурное сильное течение русло здесь такое широкое а погода как в сказке ни одного облачка а это памятник доктору айзенбарту хан мюндене в 17 веке жил и работал доктор айзенбарт у него был собственный подход к речеванию например он лечил в сопровождении артистов людям это настолько пришлось по душе что этот неординарный врач стал героем немецкого фольклора посмотрите какие красивые краски желтые листья зеленая трава и такой насыщенный темный синий цвет цвет реки в эра а это мы подошли уже к месту где как раз сливаются две реки это место называется нас называется это место стрелка где сливаются две реки это вот слева бурлит река фольда здесь сечение реки не широкая поэтому она такая такое тут бурное течение слева фольда справа река вера а впереди вот они сливаясь уже образуется реку реку везер немецкий поэт карл на терман в 1899 году написал возвышенные стихи там где фольда целовалась сферой место стало знаменитым там везер родился гордость германии и вот что мы видим вот это уже река везер и против течения навстречу нам плывут две байдарки и так смело и настойчиво мы все думали как же они будут находиться на этом месте на самом бурном месте где сливаются две реки ничего эти люди получили свой адреналин и поплыли дальше вниз по течению а мы идем вверх по течению только реки фольда вот это мы один мост увидели впереди увидели следующий мост идем до него вот здесь река уже шире течение спокойнее и вот на самой горе мы видим башню пока не знаем как она называется но цель уже поставлена поднимаемся к этой башне а это башня эта башня называется телешансы подъем надо сказать крутой к этой башне ну вот в нашей компании есть милана который который два годика с небольшим вот она где шла пешком где на руках у бабули где и на коляске путешествует и вот мы поднялись совсем на небольшую высоту но такой уже прекрасный вид открывается с горы с горы на которой находится башня телешансы и вот мы уже дошли счастливые довольны и стоим у этой башни и сейчас осуществим подъем на эту башню здесь можно посидеть есть скамейка полюбоваться полюбоваться видом города мы поднимаемся на эту башню красивую такую изящную видим дверь хорошая добротную дверь открываем но не тут то было дверь не открывается видим следующую дверь такую же красивую массивную хорошие но она тоже не открывается честно говоря если бы мы не видели людей на этой башни выше на смотровой площадке может быть мы и вернулись бы назад но мы видели людей и думаем как это так как это так мы и не оказались на этой смотровой площадке поэтому оглядевшись мы увидели напротив зданий как оказалось это здание или кафе или ресторана зона отдыха и стали спрашивать как нам попасть оказывается надо было просто заплатить по моему по моему входной билет стоил 2 евро мы заплатили деньги и двери открылись даже сами и вот мы уже поднимаемся вверх по этой башне по пути вот такие комнаты попадаются здесь старинный сундук картина лепнина в стене очень красивая и яркие цветные витражи окна витражи до через которых видно также видно город хан мюнден на каждом уровне есть площадки смотровые здесь вот вообще небольшой балкончик буквально для одного для двух людей и уже красивенные прекрасные виды открываются сколько в германии мы таких уже красивых видов видели вышвеги вот последний раз я помню мы были на башни бисмарка даже у нас дудер штате наша сторожевая башня какие красивые виды как раз мы были когда рабствел ой какая красота и здесь город как на ладони как на ладони сказочный красивый чудесный город хан мюнден от видно как река фульда течет вот опускаться спускаться с горы не подниматься но тем не менее не так-то просто это было решка везет коляску татьяна несет рюкзак бабуля нила несет свою внучку милану а я всех снимаю в общем каждый занят своим делом опустились мы с этой горы и вышли к реке фульда увидели лебедей вот это птенец такой серый молодой птенец вот и старые особи белые лебеди крупные птицы важные красивые их тут было очень много очень много русло здесь у реки широкое течение спокойное и вот такие красивые белые лебеди рассекали речную гладь по дороге мы еще увидели гидроузел увидели вот такой вот гидроузел остановились полюбовались электростанции который называется блюмер в 16 процентов электроэнергии вырабатываемые мире приходится на гидроэлектростанции вот здесь информация вся об этом гидроузле и вот видно что здесь текущая выработка теле электроэнергии составляет 40 киловатт вот такой вот бурный поток и мы вновь вернулись к этому месту где река вера имеет вот такой небольшой порог и вот такое примечательное место на этой реке шумное красивое налюбовавшись прекрасными пейзажами речными горными пейзажами идем по городу в прошлый раз когда мы были это башни была закрыта а сегодня она открыта и мы заглянули во внутрь как я уже сказала мы были 13 ноября и начались первые приготовления к рождественским праздникам сейчас они уже прошли а вот тогда приготовление только начинались видны рождественские веночки со свечами с красными бантами с деревянными украшениями как и в первый раз так и сегодня осенний хан мюнда нам очень понравился очень понравился произвел хорошие несглядимые незабываемые впечатления вот отдохнув побродив этом городе в общей сложности мы гуляли наверное около четырех часов